всем привет есть свежие интригующие интервью немецкого политика и депутата бундестага сары ваганных которые я предлагаю сейчас посмотреть выборы президента российской федерации прокомментировали в германии многие да и не только в германии и как раз в этом интервью сара ваганных высказала свое мнение касательно этих выборов и что теперь делать со всем этим германии в будущем кстати не забудьте в комментариях написать ваше мнение касательно всех этих заявлений сары ваган так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу я хотела бы поговорить об этом сарой вагенкнехт председателем партии альянс сары вагенкнехт большое вам спасибо за ваше время очень рада привет фрау вагенкнехт 87 процентов даже немного больше в пользу путина были ли это на ваш взгляд свободные прежде всего справедливые выборы нет конечно это было не так хотя бы потому что у оппозиции не было никаких свободных и равных возможностей не присутствовать в сми не вести избирательную кампанию но в этом смысле конечно эти выборы можно по праву назвать фарсом тем не менее я считаю что мы слишком упрощаем себе задачу притворяясь что все это сфальсифицировано ведь есть и независимые институты исследования общественного мнения которые конечно также измеряют что на самом деле в россии выросла поддержка путина и это как-то связано с политикой запада это безусловно связано и с тем что сми находятся под контролем но не только и я верю что все кто предполагал что в россии в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с кем-то кроме путина теперь должны понимать что к сожалению это не так этого не произойдет по крайней мере на ближайшие шесть лет когда мы перейдем к политике запада о которой вы только что говорили как это должно происходить сейчас как германия должна относиться к путину нужны ли ей больше санкции или может быть даже меньше так что нам просто нужно трезво оценить к чему привели санкции и когда я смотрю на это я вижу что российская экономика находится на подъеме так что теперь это подтверждается независимыми наблюдателями показатели роста высоки более трех процентов американская экономика кстати тоже процветает там тоже есть причины связанные с дизайном санкций экономика германии сокращается то есть мы в европе и в частности в германии страдаем если мы прекратим эту санкцию то мы сделаем не то что сделал путин а фактически сделаем то что сделала наша страна люди здесь которым нанесен огромный ущерб из-за очень высоких цен на энергоносители а также из-за общей инфляции и было бы разумно снова попытаться найти здесь какое-то соглашение конечно в контексте наших усилий как можно скорее положить конец войне на украине путем переговоров они продолжать вступать во все большую конфронтацию с россией потому что это на самом деле опасная политика но также экономически тот который наносит нам очень очень большой ущерб ты имеешь в виду что здесь должны быть отменены все санкции против россии и если это так значит ли это что мы полностью отказываемся от наших собственных моральных демократических представлений в пользу экономических показателей что это значит и для других стран с которыми существуют такие проблемы и проблемы ну в конце концов мораль это двойные стандарты с одной стороны мы сейчас ввели санкции против россии у нас хорошие экономические отношения со многими странами ближнего востока я думаю о саудовской аравии мы даже возвращаем туда оружие наш министр экономики едет в катар это исламистские диктатуры и второе если вы посмотрите на это мы немцы мы единственные моральные герои австрия например в прошлом году импортировала 98 процентов своего газа из россии я думаю что сейчас эта квота которой германия безусловно не стремится раньше у нас было максимум 55 процентов сша увеличили импорт урана из россии за последний год кстати тоже из франции значит уран тоже был исключен потому что очевидно французское правительство более напористо на уровне ес чем немецкое потому что французам не нужен российский газ им нужен прежде всего уран это не было санкционировано все эти санкции это прежде всего результат не высокой морали а экономических интересов и мы те кто в конечном итоге оказался в тупике поэтому я думаю нужно попытаться восстановить здесь экономическое сотрудничество и в то же время сделать все для того чтобы положить конец смерти в украине вы только что начали переговоры о том что таким образом можно было бы положить конец войне видите ли вы какие-то новые возможности после этой на столь очевидной победы которую вы сейчас слышите от россии да так что эта победа не так уж и удивительно которая объявила об этом раньше ну во первых как я уже сказала потому что выборы были такими какие они были просто несвободными и несправедливыми но на самом деле и потому что если бы ты захотела увидеть ты могла бы также увидеть что поддержка путина не ослабевает а что он очень стабилен что он даже значительно увеличился и поэтому это иллюзия то есть мы можем скоро говорить с россией без путина или мы можем вести переговоры без путина это просто иллюзия то есть тот кто хочет положить конец украинской войне должен положить ей конец с путиным и я думаю что и россия и кремль в последние годы в определенных моментах показали что существует возможность для переговоров например были переговоры в стамбуле постоянно происходили обмены пленными были также переговоры по зерну все это непросто но честно говоря с учетом того что мы поставляем все больше и больше оружия эту войну невозможно остановить другие страны все более отчетливо видит это и отказываются от финансирования поставок оружия даже сша даже многие европейские страны германия сейчас является крупнейшим поставщиком оружия и честно говоря когда другие видят что здесь нужен переговорный путь я удивляюсь почему немецкая политика из всех стран полностью закрывает на это глаза ну что же интересные получились маневры сары ваганхнехт в этом интервью получилось и критику выразить и в то же время выйти из ситуации нейтральной в отличие от многих других политиков которые также комментировали это событие но в гораздо резкой форме а как сообщалось в предыдущем выпуске власти германии даже не называют владимира путина президентом российской федерации так что давайте теперь обсудим все эти моменты а также заявление и предложение сары ваганхнехт в комментариях под видео чем вы согласны или не согласны и почему думаю что вам есть что сказать на этом все подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соц сетях спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока